Всем привет! Вы на канале Ленкин Дом. Ну что, давайте начнем распаковочку с фикс прайса. Начнем, наверное, с бытовой химии, продуктов и закончим новогодними товарами. Так, что же я купила в фикс прайсе? Ну, начнем с туалетной бумаги Папия. Покупаю всегда вот такую бумагу туалетную. Она сейчас стоит в фикс прайсе 99 рублей. Ну, в общем, 100 рублей. Вот такая бумага. Мне она нравится, она четырехслойная. Короче, вот. Дальше купила, всегда беру вот такие салфетки Плюш. Они стоят, стоят, стоят. 55 рублей такие салфеточки стоят. Тоже всегда беру. Поехали дальше. Тоже всегда беру вот такие губки. Губки для посуды в вакуумной упаковке. Они вот такие плоские, а когда их намочишь, они разбухают. В общем, очень мне не нравится. Надолго их хватает. Тут вот с обратной стороны сделана как наждачка вторая сторона. В общем, неплохие губки. Мне они больше нравятся, чем вот обыкновенные губки. Так, губки я взяла за 55 рублей. Вот такие губочки. Так, прикупила еще тряпки Бон Хоум. Набор тряпок из микрофибры. В наборе 5 штук. Одну тряпочку я уже, короче, вытащила. Тоже очень мне нравятся такие тряпки. Вот такой вот у них размер. Такие они мягкие, впитывают очень хорошо. Тоже беру для кухни. Пыль протирать, все такое. Стоят эти тряпочки. Набор тряпок идет. За набор тряпок идет за 47 рублей. В общем, я их взяла. 47 рублей они стоят. Еще купила вот такие вот салфетки. Не салфетки, а как их называют-то, блин. Термосалфетки. Термосалфетки я взяла вот на этот журнальный стол, чтобы его не испортить. Потому что часто бывает, что пьем кофе. Термосалфетки стоят 27,61 штука. Такая вот салфеточка одна стоит 27,60. Так, решила подкупить еще вешалочек. Вешалочки 8 штук. Вот такие. Они не скользящие. Так, они стоят... Сколько они стоят? Они стоят 99 рублей. Короче, вешалки. Такие вот. Ну и по продуктам, что я взяла. Вот решила попробовать такие маслины Ботаника. Сильно они дешевые какие-то. Сколько же они стоят-то? Маслины, баночка вот такая, стоят 55 рублей. Тут сколько грамм? Блин, не вижу, сколько грамм. В общем, маленькая баночка. На один раз. Надо будет попробовать. Они без косточек. Конечно, это не турецкие маслины, но все же. Беру всегда вот такую, такие палочки соломку. Они стоят 27 рублей. Хрустящие, с арахисом. В общем, нравятся мне такие палочки. Всегда такие соломки я покупала в Таиланде. Их там вообще очень много. На прикасовых зонах лежат такие палочки. В общем, тоже всегда, когда были там, всегда их брали, эти палочки. Ну и решила попробовать взять вот такие конфеты. Конфеты кокос со сливками. Так, они стоят 55 рублей. Я, конечно, не сладкоежка. Ну вот, что-то меня потянуло на эти конфеты. А потянуло что? Вот такая вот картинка замечательная, которая мне тоже напомнила о Таиланде. И я решила их взять. Сейчас мы с вами попробуем эти конфеты. Что они из себя представляют. Вот такие конфетки. Сейчас. Вот такая начинка внутри. Конечно, тут написано, что сливки. Но на сливки тут ничего не похоже. Я не вижу, чтобы тут вытекали какие-то сливки. Просто шоколад, кокос и всё. Ну, в общем, не знаю. Я не в восторге от этих конфет. Конфеты как конфеты. Ничего в них особенного нет. Ну, за 55 рублей можно с чаёчком попить. Но у меня приходят внучки, поэтому конфеты у нас не пропадут. А я их есть точно не буду. Так. Раз мы вспомнили про моих внучек, плавно переходим к подаркам на Новый год. Я уже начинаю потихонечку собирать подарки. В фикс прайсе купила вот такую раскраску о нитке. Она очень любит у нас рисовать. Раскраска по номерам. Купила вот с такой единорожкой. Стоит она 127 рублей. Так что возраст указан 5+. Нам подходит. Буду ей собирать помаленечку подарок. Из всяких вот таких развивалок. Потому что Новый год не за горами. Не успеешь глазом моргнуть, как уже Новый год уже на подходе будет. Поэтому надо готовиться заранее. Так что вот такая раскраска. В фикс прайсе еще увидела вот такие ключницы. Тоже в подарок. Милое дело, подумала я. Вот тут такой принт написан. Выходя из дома, не забыть. Деньги, ключи, телефон, выключи свет. В общем, такая ключница стоит, девочки, всего 99 рублей. И вот такая ключница с таким принтом дом, где мы. Дом там, где мы. В общем, вот с таким принтом было у нас всего их 2 штуки. Остальные были ключницы там, короче, с зимней темой. Там снежные дома в снегу. В общем, все связано с Новым годом. Но Новый год же у нас не круглый год. Поэтому, если бы было много вот таких дизайнов, я бы набрала их побольше. Раздарила бы всем родственникам. Нужная вещь, очень полезная. У нас, как обычно, ключи везде валяются по тумбочкам. Поэтому вот повешал такую ключницу. Ключики на крючочек и милое дело. И вот получается такой бюджетный подарок всего, девочки, за 100 рублей. Так что, я думаю, что вот это очень нужная вещь в доме. Так. Ну и переходим к самому интересному. Ага. Тут еще у меня лежит зубная паста Сенс-1. Сплат почему-то я решила нынче не брать. Надоело мне этот сплат. Решила попробовать Сенс-1. Она стоит 99 рублей. Тоже так же, как и сплат сейчас стоит. В общем, поменяла пасту. Буду пасту чистить вот Сенс-1. Так. Ну и переходим к самому интересному. все берут в фикс-прайсе вот такие вот гирлянды с елочками. Гирлянд у меня, конечно, дома очень много, но я не устояла. Все-таки решила купить я вот такую гирлянду. Не знаю, куда ее повешаю, но стадный инстинкт у меня проснулся, все берут и я схватила. Хотя стадный инстинкт у меня просыпается очень-очень редко. Ну и естественно, я прикупила вот эти батарейки Energizer. Они стоят 99 рублей. и, конечно же, я купила мизинчиковые батарейки, а надо было покупать пальчиковые. Но хорошо, что в доме у меня оказались побольше батареечки. Я вам сейчас продемонстрирую эту гирлянду. Поэтому, девочки, вот такие батарейки не подойдут для гирлянды. Сейчас мы с вами ее включим и посмотрим, как она гонит. вот такие вот пробирочки. Сделана она, конечно, очень стильно, вот эта вот гирлянда. Тут вот снежок такой. Стоит она цена такой гирлянды блин. 200, ой, 299 рублей. Короче, 300 рублей она стоит. И вот так вот она горит таким цветом. Вот такой цвет у гирлянды. Такой приглушенный. Я думаю, будет смотреться очень красиво. Ну, применение я, конечно, ей найду. Вот такая вот стильная гирляндочка у меня сейчас. Дальше купила я вот такую подвеску оленя я взяла. У меня уже вот такие акриловые подвески есть. В том году я покупала снежинки, сосульки и ангелочков я покупала. И вот решила прикупить еще оленя на елку. Такой олень стоит тоже 99 рублей. Очень красивая подвеска, переливается. В общем, понравился мне этот олень. прикупила еще вот таких двух белочек. Белочки по 77 рублей. Тоже очень смотрятся эффектно с такими пушистыми хвостами. Купила пару. Беленькая это я, белочка. А вот этот вот бел надеюсь моя пара. Надеюсь мой будущий бел. Ну это я как всегда шучу. Но надеюсь, что пара все-таки будет. Хотя бы на елке. А еще что хочу сказать. Я побежала в фикс прайс за белой елкой. Очень мне хочется белую елку в этом году поставить маленькую небольшую. в том году мне не удалось купить белую елочку прикупить. Я думала, что в этом году я все-таки попаду на эти елочки. Но прибежала рано. У нас привоза еще елок нет. Сказали привезут позже. Поэтому белая елка я обломалась. Буду следить, когда привезут белые елки. Я надеюсь, будут висеть на белой елке. В белой елочке я взяла такие бусики. Они тоже акриловые. Очень красивые. Переливаются. 99 рублей такие бусы. 2,7 метра. Я думаю, на елку таких бус хватит. Ну и конечно к будущей елке я купила вот такую звезду. Она стоит 145 рублей. Девочки, проверяйте. Говорят, они бракованные эти звездочки бывают. И вот так вот она переливается. Ну а еще нынче у нас год тигра и говорят тигр любит очень синий любит синий цвет. Что-то в этом году надо одевать синее черное. Я решила прикупить шарики. Купила серебристые шарики, а синие шарики у меня уже есть. Поэтому раз тигр нынче тигр любитель синего цвета я решила, что у меня елка будет синий серебристая. Поэтому вот синие шарики у меня имеются. Эти шарики стоят 99 рублей. Новогодние игрушки нынче очень дорогие. Вообще капец какие дорогие. Поэтому Новый год у меня нынче будет отмечаться по минимуму. Не хочу я брать дорогие игрушки на елку. То, что есть, то есть. Так что вот простые пластиковые обыкновенные игрушки 99 рублей и будет нам счастье. Ну и вот такой вот получился у меня обзорчик новогодних игрушечек. Так что девочки бегите в фикс прайс закупайтесь на Новый год. Пока вот эта вот вся красота еще есть в магазине. Потому что я думаю что к Новому году все разберут. А может еще подведут кое-что еще красивое шикарное. Но мне не хватает только белой елки. Остальное у меня все есть. Вот как-то так вот. А дорогие игрушки я покупать нынче не собираюсь. Так что всем спасибо кто был со мной. Подписывайтесь ко мне на канал. Всем пока пока.